МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад приветствовать вас на телеканале «Импакт». Это программа «Влияние». Спасибо, что вы с нами. Мы благословены тем, что вы с нами, а вы благословены тем, что мы с вами. Поэтому обоюдно сегодня мы будем принимать слово от Господа. Я имею честь предоставить небезызвестных, известных служителей. Ольга Дмитриевна Голикова. Ольга, приветствую вас. Добрый вечер. Добрый вечер, доброй ночи и доброго утра для Европы. А также Кирилл. Кирилл. Здравствуйте. Впервые. Нет. Нет, на «Влияние»? В «Влияние» второй раз. Второй раз, да. Но со мной впервые, по крайней мере. Да, тогда с Алисом. С Тюкаевым вы были, да. Рад снова мы вместе. Спасибо. Тоже служитель. Вы в миссии «Благою вести» трудились вместе с родителями, с папой, с мамой, с дядей много лет. С самого рождения. С самого рождения. Скажу раньше. Да. От утробы матери. Здорово. Сергей Александрович, тоже мы приветствуем. Это ваш папа, ну и ваш возлюбленный муж. Ольга Дмитриевна за кадром вместе. Вы знаете, что очень хорошо, это то, что вы с семьей путешествуете постоянно. То есть вы как монолит с Сережей, с мужем. То есть не бывает такого. За много лет нашего с вами общения я ни разу не видел вас одного. Ну это потому, что далеко. У себя-то по России я езжу одна, когда на два, на три дня, а здесь на дальнее расстояние очень хорошо, что можем ездить вдвоем. Это делает честь. Это делает честь. Это я говорю так, как то, что знаю, потому что ряд из нас, ряд из служителей. Я особо к этой категории себя не отношу, но когда мы разъединяемся, особенно семьями, и когда мужа понесло в служении, ну в хорошем смысле этого слова, месяцами и годами, то есть это уже, конечно, в минус. Но благословенны мы тем, что когда, Ольга Дмитриевна, когда вся семья в служении. Это самое лучшее, что можно себе представить. Потому что еще и он говорил, что нет больше радости, как видеть и слышать, что дети ходят в истине. Ходят в истине. Слышать, когда они вдалеке ходят в истине, тоже хорошо, но когда они рядом это делают, то это еще и видеть. И это здорово. Чем дышит сегодня Россия? Предверьем перемен. Это мое ощущение. Я не думаю, что, может быть, все так скажут, но есть, на мой взгляд, для каждой страны свой выход на сцену. Это во временном плане, когда Бог что-то определяет, для каждой нации, для каждой страны есть свое время действий. И вот сейчас мы стоим в преддверии такого действия, и те пророчества, которые были много лет назад сказаны о преображении нации, страны и потом влиянии. Потому что Россия, она не только шестая часть суши, но это еще и количество людей, которые разъехались по всему миру. Русскоговорящий, даже, может быть, я не беру, только Россия, вообще русскоговорящий народ. И поэтому сегодня это очень много людей, живущих за пределами России. Но тогда, когда русская душа, русская генетика, она слышит вот этот звук трубы Божьей и начинает действовать, то это взрыв по всему миру, который может и скоро должен произойти. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Да, я сейчас не о революции. Я эту мысль сразу хочу подхватить, потому что мы говорим в плоскости духовного становления, духовной составляющей. Как призвание. Как призвание нации. Потому что западный мир, включая Америку, вот североамериканский континент, представляет Россию на сегодняшний момент во свете тех событий, которые произошли вот на постсоветском пространстве в течение последнего года, связанного с Украиной и прочее. Западный мир, вот включите любой телеканал. И я даже позволил себе отслеживать такие моменты. Любой телеканал из России включите. У нас есть возможности все каналы смотреть, российские, федеральные. И западный мир нарисовал себе картину. Об этом сейчас пишут все газеты американские, новостные каналы американские, англоязычные. Что Россия бряцает оружием. Бряцает оружием вот это вот так, как представляет сегодня от Белого дома в Вашингтоне до моего дома в Калифорнии или там в Сиатле. То есть, но мы не обрядцы, не оружие говорим сейчас. Мы говорим как раз, как мы говорим о духовной составляющей. То есть, вы видите перемены, особые перемены в церкви. Ну, давайте вспомним хотя бы два таких ключевых момента, которые происходили с израильским народом, когда он еще не был таковым. Он находился в Египте, и когда надо было родиться Моисею, что происходило? Это кризис, это уничтожение кого-то, да? То есть, это со стороны фараона какие-то жесткие вещи. С одной стороны, это видится как политика. С другой стороны, это духовное давление, которое было выражено в конкретных физических действиях. Но почему накануне рождения кого-то очень значимого, важного, который потом поменяет ход истории? Для израильского народа, в частности, и для Египта, в конечном итоге, когда совершился суд над Египтом. Когда родился Иисус, происходит подобная ситуация. То есть, каждый раз, когда возникает кризис, возникает возможность. Но этот кризис, он усугубляется духовными силами. В данном случае, я сейчас говорю о духовных, дьявольских каких-то давлеющих вещах. Поэтому, если мы посмотрим, страх, чья природа? Сатанинская. Ложь, чья природа? Интриги, всякие сплетения. А раз это рождается... Он отец лжи. Отец лжи. Поэтому всяких интриг сейчас достаточно. И в данном случае, я хотела бы прочитать сегодня, я на одной из программ говорила эту мысль. Сейчас хочу здесь повторить для тех, кто будет сегодня вместе с нами. Это 11 глава Исаии. «И почиёт на нём дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия». То есть, перечислены очень важные составляющие природы Иисуса Христа, как пророческое слово о нём. «И страхом Господнем исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». То есть, исполнение страхом Господнем надо было Иисусу Христу, как это ни странно звучит. То есть, страх Господен на Господе, да? То есть, Бог, открывавшийся в Иисусе, но страх Господен, он должен был его исполнить. В чём природа страха Господнего? Она совершенно не та, которую мы привыкли воспринимать. Страх, как боязнь Бога. Он что-то сделает, я не туда пошёл. И сколько искажённых взглядов на Бога сформировано за период истории христианства. И вот здесь как раз идёт речь о страхе Господнем, как благоговение, как почитание, как доверие Богу. И вот тогда, когда есть эта природа внутри, внутри личности, внутри церкви, внутри нации, тогда что происходит? Не по взгляду очей и не по слуху ушей будут решать дела. Сегодня, если посмотреть на канву общества, то люди сегодня решают, потому что им сказали СМИ, потому что им там написала какая-нибудь информационная строчка в интернете или ещё что-то. То есть, люди поэтому начинают строить свою позицию, своё отношение. А Господь говорит, Дух Совета, Дух Крепости, Дух Премудрости пребывает над том, кто исполнен страха Господнего, у кого взгляд через благоговение на Божью природу, у кого взгляд через доверие Ему, а не через то, что происходит вокруг. Вот здесь я вижу сегодня... Хотя реалии таковы, что мы не оторваны, наверное, от общества. И я как-то говорил, я озвучил свою позицию, что я имею свою позицию как служителя, и я имею свою позицию как гражданина общества. То есть, мы не оторваны. Хотим мы или не хотим, но настолько оно почему-то переплетенено, настолько взаимосвязано. К стыду и к сожалению. И мы видим, как мы говорим, такой тренд на постсоветском пространстве. Славяне, особенно, скажем, в области служения, в области служителей, из разряда служителей, почему-то мы разделяемся на почве того, чем мы говорим. Значит, по слуху ушей и по взгляду отчей происходит формирование личности или формирование позиции, что не есть библейский взгляд. Что не есть библейский взгляд. И плюс к этому, в этом, наверное, и просматривается кризис, некий кризис церкви. Совершенно верно. Кирилл, так ли ты видишь, это как, скажем, ну, как мы видим с высоты нашего возраста. Как взгляд другого поколения. Совершенно верно. Или у тебя другой подход к всем вещам. Вот в кругу молодежи ты много работаешь с молодежью. Наверное, больше, чем ты работаешь, скажем так, исходя из реалий вашего служения. Как мы относимся к кризису? Как? Даже не в том вопрос. Если кризис в молодежной среде. Или завоюем, возьмем, победим, устоим там. То есть сейчас о национализме? Нет. Я говорю о духовной составляющей. Я чисто говорю о духовной. Или молодежь горит для Бога. Пламенеет для Бога. Она в духе. Она на высоте. Но не в кризисе. Давайте скажем так, что когда все хорошо, все прекрасно, то на лицах у людей видно и благодарность, и почтение. Но когда проявляются какие-то сложные моменты, которые проверяют нашу внутренность, то можно увидеть большую разницу между служащими и неслужащими. И у людей разные отношения к тому, что происходит. Даже несмотря на то, что может какие-то сложности происходить, те люди, которые были наполнены Богом, они независимо от того, что будет происходить, будут искать этой ценности. В каждом человеке, даже если они его не понимают. И в каждой ситуации. В каждой ситуации, да. Поэтому, смотря на ситуацию сейчас с молодежью, я могу видеть конкретное разделение тех людей, которые независимо от того, что будет происходить, они будут искать Бога, они будут гореть, они будут завоевывать. И будут любить. И будут любить. А есть те, которые отделились, ну и сейчас стараются найти себя в этом мире, потому что они не знают, что будет завтра. Я не хочу никого осуждать, но есть такая вещь, как доверие. И как раз в последнем пробовании, который я слушал, там была такая интересная фраза, что доверие – это самый последний пункт нашего поклонения. Ну то есть наше доверие определяет наше поклонение. Кому мы доверяем, тому мы и поклоняемся. Если мы ставим свое доверие на финансы, то мы ему и поклоняемся. Если мы доверяем Господу, то мы ему и поклоняемся. И вот как раз сейчас у нас для молодежи это очень сложный этап, когда еще не все решено, для будущего еще не все может быть построено, как с работой, с бизнесом, еще с чем-то. И люди начинают искать свое доверие, куда его вложить. И когда человек больше времени проводит с Господом, успокаивается в нем, находит себя лично, кто он такой, что он возлюблен. Он нашел себя, тогда он может идти и это провозглашать дальше миру. Но пока он себя не нашел, пока у него сиротское мышление, это очень тяжело вообще даже реализовать. Это тяжело показать людям Божью любовь, пока ты сам не принял ее, эту любовь. То есть пока ты не стал сыном, ты не можешь стать отцом. Несомненно. То есть не определившись, кто ей есть в Боге, невозможно ничего делать для Бога. То есть можно шалтай-болтай, по воскресеньям ходить в церковь. Можно много что делать. Можно очень много что делать. Даже не определившись, кто ей в Боге. Можно взять по человеческим меркам глазами. Чисто суета. Суетиться. Нет, даже и хорошие вещи. Можно много помогать людям, но при этом потерять самого себя. То есть, да. В чем сама себя суть? Что Иисус, он 30 лет готовился, хотя он мог служить, я уверен, что он мог служить гораздо раньше, если он в 14 лет уже начинал. В 12. Начал общаться, да? В 12 лет. Начал общаться со священниками. То у него было время подготовки себя. Он узнавал, кто он. И вот очень важно, чтобы не сорваться и не начать везде, как можно затычкой быть, везде себя найти, чтобы реализоваться. Если есть основная цель реализоваться, то человек будет реализовываться, он будет помогать людям. То есть, если у него внутри есть эта любовь, даже частичка, она все равно будет. Потому что Божья... Даже взбираться по карьерной лестнице будет. Даже так же. К сожалению. Но тем не менее, да. Когда только человек действительно находит эту Божью любовь, то меняется отношение ко всему, что он делает. И в зависимости от того, как ты это делаешь, будут плоды разные. Можно в погоне за служением отречься от служителя, который с большой буквы. От Творца, да? От Творца, от Христа. От Спасителя. От Спасителя. От служения, служения, лихорадочное деятельное служение, а уже Бога не видишь. Это послание Ефесской церкви, да, в Откровении? Ты много для меня трудился. И даже не изнемогал. Но. Я знаю, что ты проходил этот путь, но ты оставил первый. Курьев. Точно. Ольга Дмитриевна, и вот получается, что каждый из нас на чем-то строит. Кто-то на чем-то строит. В духовном мире. То есть, хотим мы или не хотим, мы говорили до эфира, что ежедневно мы строим. Ежедневно. Кто-то строит из молодых людей для того, чтобы определиться, для того, чтобы найти себя и в обществе, и в церкви, и в служении, и в семье, и везде. То есть, без исключения, каждый из зрителей, с которыми мы встречаемся, каждый он строитель. Даже минуя его собственное желание строить или не строить, вот он строит. Вот из чего состоит вот это вот строительство? Каждый наш день — это вклад в строительство. И мы не знаем, сколько нам отпущено дней, но это количество кирпичей, которые мы имеем. Каждый день — это как кирпич, который вкладывается в определенную структуру нашей жизни и выстраивается. Может быть, это будет просто куча кирпичей. Вполне возможно даже такое. Но все равно это количество дней, прожитых человеком на земле. Но Бог желает, чтобы мы вместе с ним, сотрудничая, построили то строение, которое будет нас сопровождать в вечности. Потому что мы не зарабатываем спасение, но мы зарабатываем награду. И поэтому строительство, которое мы здесь осуществляем, ему надо дать основания. И на мой взгляд, сегодня то, что происходит с церквями, мы сейчас в определенном периоде времени. И знать сезоны, в котором находимся, это очень важно. И перепутать сезоны — это значит перепутать результат в конечном итоге. По-моему, зима. Да, вот перепутать сезон зимы с весной, это можно тогда посеять зимой или, наоборот, не стать сеять весной, когда это уже весна пришла, думая, что это еще зима. Но мы в зиме находимся? Готовимся к весне, да? Я не думаю. Я думаю, что мы сейчас находимся в определенном уже зоне, подходящей к осени. Потому что ведь период плодов, период взвешивания — это период осени. А значит, мы сейчас в том, о чем говорил апостол Петр. Время начаться суду с Дома Божьего. Суду как взвешиванию, суду как определенного периода анализа. И причем одно дело, когда нам Бог предлагает себя анализировать, исследуйте себя внимательно. Это предлагал Иисус, это предлагал еще он через пророков Господь, если посмотрим в Ветхий Завет. И когда идет речь об исследовании, это значит, ты сам себя постоянно взвешиваешь. И когда наступает день суда Господнего, то ты уже знаешь, как это происходит. С тобой все нормально. Потому что да, ты сам себя взвешиваешь. Ты все время задаешь Богу этот вопрос. Господь, что я сейчас делаю? Это то, что ты мне поручил? Это то, что ты хочешь, чтобы я делал? Либо это просто потому, что так привычно делать мне или кому-то вокруг меня. И меня сюда сейчас подвигают, потому что есть такая традиция или еще что-то. Но это не устоит в последний день вот такого плана строительства, связанного только с логикой человеческой. А то, что соизмеряется с посланничеством, ведь послание или призвание, как мы говорим, оно не может быть без призывающего. Откуда это призвание? То есть кто-то должен позвать меня на какую-то конкретную деятельность. И вот тот, кто меня зовет, это и есть тот мой творец, который меня сотворил и прописал в меня, в ДНК, свою программу жизни. Но почему мне хочется сегодня остановить внимание на строительстве на камне или на песке? У меня сейчас вопрос к телезрителям. Вы можете сказать, на чем вы строите? И из какого материала, кстати? О материале, правда, мы сегодня не будем говорить, а об основании все-таки поговорим. И если у вас есть ответ на этот вопрос, то очень здорово. Если вы точно знаете, только надо дать основание, почему я уверен, что я так строю. Для тех, кто сомневается, лучше проверить, потому что наша жизнь еще продолжается. И если мы сейчас не решим этот вопрос, то в конечном итоге будут обстоятельства, которые проверят наше строительство. И сегодня церкви оказались под давлением уже этих обстоятельств, ветров и воды. Если мы прочитаем то, что написано в Евангелии от Матфея в 7 главе. То есть, все-таки церковь, она подвержена. Как бы мы не хотели, не желали выдавать за действительно желаемое, но все-таки она подвержена. Она не то, что подвержена, она обязательно будет испытана. Это, во-первых, нам Господь ничего не скрывает от нас. Он говорит о том, что церкви надо будет первой встать вот на эти весы. Но просто людям многие боятся, что суд — это что-то такое страшное. А почему боятся? Потому что Бога так представляют. Искаженный взгляд на Бога. И страх Господень воспринимается через призму страха человеческого, даже более того, дьявольского. Потому что природа страха от врага — она совершенная противоположность того, что Бог имеет в виду. Я просто знаю, что у Кирилла есть хороший взгляд на, или, по крайней мере, позиция по поводу страха Господнего, что это такое. Я просто слышала, я хочу, чтобы он немножечко сказал. Пожалуйста. Наверное, месяц-два назад я молился Господу по этому поводу. И услышал такое, что суд начнется с Дома Божьего. Имелось в виду о том, что Господь будет давать свою любовь. И эта любовь, в зависимости от того, как мы будем ее принимать, как будем к ней относиться, будет показывать, кто мы. Если мы ее принимаем, то мы начинаем изменяться. И вот эта любовь, которая изливается на нас, потому что мы ее воспринимаем не как господина, а именно как любящего отца. Из этого мы понимаем, что что бы он с нами ни делал, то оно все приведет к лучшему. И когда мы правильно относимся к этому суду, который нам помогает найти то, что нам мешает и приблизиться ближе к Богу, то эта любовь, которая от нас, можно сказать, отделяет, что нам не нужно, что нам нужно, то моя позиция такова, что это суд, который помогает нам стать еще лучше. То есть, суд не в смысле наказания или уничтожения, но в смысле обнаружения, выявления к изменению. Да, да, я понимаю. Такая точка зрения, она очень интересна, потому что в основном, поверьте, что я в служении уже много лет, чуть ли не сказал сто лет. Ну, я в пятидесятнической среде очень. В основном мы проповедуем, если говорить за вот эту четвертую главу, вот время начаться суду, в основном мы говорим о том, что неизбежно ждет суд, наказание, уничтожение. Вот, держи мысль, но в контексте. Я был приглашен, как раз перед отъездом в Украину, я был приглашен на одну из молитв в одном из штатов Америки. Межцерковная, немало людей сходится. И ведущий руководитель, уже много лет он ведет, благословенный брат, хороший мой друг и такой благословенный служитель. Хотя старше меня на 20 лет. И партнер нашего служения, вот, знаю его много лет, и он говорит, Юра, пожалуйста, найди время, вот, хочу, чтобы ты был на молитве, служил там народу и все. И вот, мы встали на колени, началась молитва, и встает, и он мне предупредил, будет пять или шесть пророков. Они всегда присутствуют, пять или шесть. Как только мы склонились к колени, встает пророк и говорит, так говорит Господь. То есть, да сэс де лорд, как говорят американцы, так говорит Господь. И не мне судить это от Господа, не от Господа, я констатирую. Значит, вот, из уст пророка было страшное предупреждение о наказании. Просто бедствия на вас, и вот, такие высокие, и грех в народе, и все, все, все. Это было в течение 30 минут. Это было в течение 30 минут. Это давно было? Нет, это месяц назад было. Это было в течение 30 минут. Из-за вашей грехи, концлагеря вам готовится, концлагеря готовится в Америке, за то, что вы отступили от меня. То есть, и мы встали с колен, и представьте себе состояние народа. Многие, я так в духе почувствовал, побиты. То есть, кто вдохновился после этого, да? Никто. И мне в конце служения, мне приходилось, пришлось выруливать, в хорошем смысле этого слова, поощрять. Я смотрю на массу этих бабушек и дедушек, которые регулярно молятся. И мне пришлось искренно так выразить им благодарность. Говорю, то, что вы делаете, много лет подряд, это подвиг. Это имеет значение и будет иметь результат. Это в глазах Господних. Потому что, говорю, на вас зыждется, многие церкви, на ваших молитвах. То есть, ну вот такая точка зрения, о чем ты говоришь, о том, что все-таки в этом суде Господь преследует определенную другую цель. Продолжай, Кирилл. Хорошо. Значит, могу всем посоветовать очень хорошую книгу, называется «От духовного рабства к духовному сыновству». Здесь есть приложение, где говорится контраст сердца сироты и сердца сыновства. Я уже об этом сказал. «Образ Бога, сиротское видение, видит как господина, а сердце сыновства видит как любящего отца». Тут очень много по поводу разных-разных описаний, которые видят разницу. Как я хочу продолжить. По поводу пророчества. Пророчество, оно всегда направлено на то, чтобы вдохновлять людей. Но так должно быть. Потому что наши слова — это сила. Мы сейчас говорим о том, что мы строим. И как раз наши слова, и я слышал такую, на мой взгляд, очень интересную мысль о том, что когда мы говорим слова, мы как бы даем кирпичи или строительный материал для ангелов, чтобы они могли строить что-то. Если мы благословляем город, он благословляется. Если мы проклинаем его или говорим какие-то неправильные вещи, то мы разрушаем, чтобы ничего не строилось. Как раз пророчества, они призваны к тому, чтобы созидать людей. То есть, когда мы видим на человеке, даже если Господь показывает, что человек в грехе, наша цель — не сказать ему, что ты в грехе, потому что он так это знает. Нам нужно сказать ему, как Господь его видит. Достать золото в нем. Да, а Господь видит его через Христа. Он видит его, потому что Христос умер за нас. И он видит его через нас и через него. И выявление этого греха не с тем, чтобы уничтожить, а с тем, чтобы наоборот привести к покаянию. Даже вот взять слово, которое говорится в притчах, когда мать говорит Лемуилу, своему сыну, не царям пить вино. То есть, если ты царь, то это не твоя природа. Вот об этом идет речь, что не просто говорит, ты посмотри, ты на кого похож, когда ты пьешь. Можно так сказать. Он говорит, ты же царь, а царю надо управлять. Когда вы воспитывали Кирилла. Вот я спрошу у мамы, а затем у сына. Ну, понимаю, дисциплинирование обязательно. Я у папы потом за кадром спрошу. То есть, ну, в основном, из ваших уст, в адрес ваших сыновей, вас трое. Ну, трое детей, но сын один, две дочери. Ну да, две дочери, да. И в адрес ваших детей, в основном, было слово благое из ваших уст, благое слово, в судьбу, в будущее. Или было всякое? Я думаю, что поначалу, когда росли маленькие дети, было всякое. Меня Бог учил очень интересно в этом смысле, когда даже самые обычные бытовые вещи. Например, я молилась и спросила, чтобы Господь дал мне силу слова. И Господь мне говорит, а ты готова, что каждое твое слово будет исполняться? И тогда перед моими глазами прошел список слов за день, когда я говорила детям, не беги, упадешь. И вдруг я вижу, или помню, Аня была маленькая, лезла на туборетку, и говорю, Аня, упадешь. И она тут же падает. Тут же падает. И вот это мне Господь стал напоминать и показывать. Вот как работает сила слова. Ты готова, что она не только будет работать молитвенно, а будет работать любое слово, которое ты будешь говорить. И вот таким образом стал Бог менять мое отношение, даже к обычным бытовым ситуациям. И поэтому сейчас, конечно, это благословение и ободрение, по крайней мере, то, что есть в сердце и желание. Кто был строже, Кирилл, папа или мама в воспитании? Догадайтесь. Это эфир прямой, не забывай. Тут все однозначно. То есть мы переходим, мы продолжаем. То есть в каждом слове, которое Бог говорит, в пророческом слове, есть обязательно составляющая любви, то есть надежды на будущее. То есть если отсутствует этот элемент, конечно, возникает огромный вопрос. От Господа ли слово? Оно может быть от Господа. Дело в том, что мы делаем с этим словом. То есть я очень много примеров могу привести, что Господь дает нам знания определенные по поводу ситуации, по поводу того, что все происходит. Концлагеря действительно строится, если вы знаете. Но как к этому относиться? Сказать слова «это для вас» или сказать о том, что давайте мы будем благословлять, чтобы они закрывались и так далее. То есть смысл в том, как мы будем относиться к этому слову. И как использовать власть. Как мы будем показывать Бога, который говорит это слово. То есть мы когда передаем слова, мы как являемся посланниками. И тем самым у людей формируется образ Бога после наших слов, то, что Он сказал через нас. Как раз можно увидеть человека грязным и сказать ему о том, что он грязный, либо сказать «ты очень красив, когда ты чистый». И он это поймет «классно, я могу быть чистым». Это может казаться любого греха. Но действительно, когда ты вдохновил человека, что «классно, я же могу быть реально чистым», то есть если ты говоришь свинье о чистоте, то это как бы ты понимаешь… Там природа другая. Да, у него другая природа. Он как бы посмеется классно, я опять в свою грязь. А когда ты говоришь об этом овечке, которая не любит быть грязной, она понимает, что ей это уже надоело, она хочет быть чистой. То для нее это вдохновение для того, чтобы пойти помыться и больше не идти в грязь. То есть это зависит от того, во-первых, как человек это слышит. Потому что можно даже сказать хорошие вещи человеку с неправильным восприятием, он поймет это по-своему. И даже мотив, вкладывая в свои слова другой, результат будет другим. Я хочу одно слово сейчас прочитать из Откровения, 19 глава. «Ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». Значит, о духе пророчества можно говорить как о послании жениха сегодня на свою церковь. Поэтому духу пророческому в последнее время необходимо развиваться. И то, что было в одни Елисея, как мы слышим, школа пророков, то и сейчас этому сегодня уже актуальность таких школ очень велика. Или, по крайней мере, возможности это развивать. Вот как раз то, о чем сейчас говорил Кирилл, для меня это тоже очень важные вещи. Например, когда говорит Бог какое-то послание пророку, помним Еремии, да? Он говорит, скажи, что ты видишь? Еремия говорит, я вижу котел, или я вижу жезл рассветший. Правильно видишь. То есть идет речь о том, что Бог взвешивает, даже сейчас показывая одну картинку, ему важно, что сейчас увидит пророк, его с посланничеством, да, с помазанием пророка. А тут Роба, он говорит, что я тебя сделал пророком. Но, однако, есть личностное восприятие Бога, которое может что-то исказить. И вот здесь это наша ответственность. И когда мы, опять же, как уже пророки, представляем его слово, то важно знать сердце Отца, чтобы его правильно представить. Когда здесь нет правильного восприятия сердца Отца, то мы будем рубить с плеча. Понимаю. И одну, сейчас хочу историю привести, реальную историю, в одной церкви. Когда приехал человек пророчествующий, или пророк, знали все, что он пророк, и там была ситуация, которая еще пока была за кадром. И пастор думал, что у него все нормально, но его помощник уже стал делать некоторые вещи внутри церкви, которые делили церковь. И для пастора это было еще пока не открыто, непонятно. И он немножко стал переживать, пророк приедет, может обнаружить картину. Я сейчас уже о помощнике говорю. И когда пророк приехал, он реально увидел картину. Но, получив это слово, он пришел к нему и говорит, еще до пастора, когда они были уже вместе, он говорит, ты знаешь, у Бога от тебя есть великое призвание. Но этому призванию он определил состояться, когда ты сейчас будешь очень хорошо и активно служить тому пастору, с которым ты служишь. Это какой-то промежуток времени, пока ты будешь служить. И это твоя платформа для будущего. И если ты сейчас ему служишь от сердца и качественно, то ты входишь в свое призвание. Если ты сейчас что-то будешь делать не так, то ты разрушишь свое призвание. Он ему ни слова не сказал, что ты уже делаешь не так. Он ему сказал о перспективе Бога на него. И он получил это слово. Но можно было эту же ситуацию совершенно по-другому преподнести. И просто уже утвердить раскол, который там начинался. И тогда сам этот помощник пришел к пастору и покаялся. Если бы этого пророка и во все славянские церкви Америки и Канады, фамилию после эфира дадите мне имя и телефон даже. Вы знаете, не было бы смешно, если бы горько не было. Действительно. То есть вот вы подняли тему на такую злобу дня, на злобу дня, что это целая отдельная тема для целого отдельного эфира. И не одного. Да, и не одного, потому что это сейчас актуально. Это очень актуально. Пророческий дух — это наше время. Вот как раз свидетельство Иисусова — дух пророческий. Оно должно быть. Пророчество должно быть, кстати. Оно обязательно должно быть. Может быть, Ольга Дмитриевна, из-за отсутствия школы как таковой, пророческой школы, о чем вы говорили, может и наблюдается вот такие поползновения в какую-то крайность, когда говорится «так говорит Господь». Или может отсутствие, ну чего, отсутствие... Хотя есть пророки, есть пророки, через которых Дух Божий говорит. Вы знаете, для меня на сегодняшний день, вот я же тоже росла в традиционной церкви, я имела отношение с пророками такого плана. И даже и через меня такие слова происходили по некоторым там периодам жизни. Но я сейчас вижу, оставаясь в пророческом даре, потому что это помазание Бог дал уже давно, я в нем двигаюсь, но сейчас для меня важно пережить Бога и сказать «вот сейчас я чувствую вот так». Не то, что это Бог говорит, да, я сейчас чувствую вот эту картину, я сейчас чувствую сердце отца вот в этом, я сейчас чувствую его действия, то есть или слышу, или вижу. То есть то, что я в данный момент слышу или вижу, я предлагаю это на обсуждение или на рассуждение людей. Например, вы вначале сказали, да, когда эту историю о пророке говорили, «не мне судить», но вообще-то написано, что «а остальные пусть рассуждают». Да. И вот как раз взвешивание – это нормально. В мою практику далеко не все пророки выдерживали рассуждение. Очень многие огорчались. Как это так? Это же не я сказал, а Господь сказал. Так тем более, что тебя переживать? Ты будь спокоен. В этом случае я говорю, пророческие духи повинуются пророкам. Ну, если уже вышло слово, то теперь уже оно вышло, и теперь есть смысл о нем порассуждать. И если ты что-то не так сделал, то опять же тебя же никто сейчас не убьет. Слава Богу, мы не в Ветхом Завете живем. И в этом смысле вопрос обучения – это вопрос и ошибок в том числе. И бояться ошибок не стоит, потому что мы тогда не научимся правильно ходить. И вот если человек говорит, «я сейчас вот это услышал, но давайте мы порассуждаем, насколько…» когда начинаешь рассуждать при правильной атмосфере, нежелание там чего-то как-то кого-то унизить или наоборот кого-то поднять, а когда ты рассуждаешь в этом поле, «Господи, что ты хотел этим сказать?» Вы знаете, такие вещи открывает Бог, что ты удивляешься глубине послания в простейшей фразе. В простейшей фразе. Но я приведу пример, как у меня это было буквально после Нового года. я захотела с Богом провести такой диалог, потому что очень много приходится проводить душепопечений разным людям, и далеко не всегда я имею для себя такую возможность, с кем бы я могла глубоко о чем-то поговорить или взвесить, что происходит сейчас в моем сердце. Я сказала, «Господь, а можешь ты мне сам провести вот такой коучинг, поговорить со мной?» А коучинг – это задать вопросы, это не дать совет даже, это задать вопросы. И я получила сразу шесть вопросов. И причем вопросы такие, на мой взгляд, на первый взгляд, кажутся элементарные. Но когда ты начинаешь в них вдумываться и идти с Богом по этому вопросу, например, один из них, «Посмотри, что тебя беспокоит». И когда я стала смотреть, что меня может беспокоить сейчас, я понимаю, что в этих сферах мне чего-то не хватает. Не хватает либо понимания, какой мой Бог, что он эту сферу восполнит, либо у меня есть, может быть, опыт частично в этой сфере, и я из-за того не могу положиться больше, а Господь же всегда нас ведет дальше. Вот говорит, «Есть у тебя вот этот опыт на 5 процентов». Сделай следующий шаг. Будет 10 или будет 15, а потом будет 50. И эта платформа будет всегда расширяться. Но всегда он предлагает нам планку выше, чем мы уже ее брали. Дабы в нас была... Всегда зависимость от него. Зависимость от него. Потребность от него. Совершенно верно. И вот в этом ключе, когда мы не боимся даже вот о чем-то размышлять, рассуждать и с Богом, и говорить, «Господь, а что ты еще хочешь сказать?» И он следующий раскрывает пласт. И ты туда пошел. Вот, например, еще он мне вопрос задал. «Каким ты меня уже знаешь?» Ага, сразу для меня это огромный анализ. А каким я Бога уже знаю в моей жизни? Исцеляющим, Богом, восполняющим нужды, Богом, который открывал мне двери? Ну, то есть тогда ты уже начинаешь собирать опыт и анализировать. И следующий вопрос был, «А каким ты меня хочешь узнать в этом году?» Это было начало года. И это еще один для меня опять глубокий такой момент. «О, действительно, а каким я хочу тебя узнать, Господь?» То есть вот этот диалог, я считаю, что нормальным в семье, когда у тебя есть отец, и ты знаешь, что ты его дитя. Что интересно, Ольга Дмитриевна и Кирилл, ну и наши возлюбленные Господом, то, что Господь всегда, когда выводит человека или желает человека вывести из долины, из тупика, из кризиса, из болезни, из проблемы там, ну, то есть перечень до бесконечности, Господь обязательно, обязательно, по крайней мере в моей жизни, в моей практике, Он указывает на опыт. Он указывает на опыт. Вот когда единожды в молитве я вот таким же образом, как вы говорите, я обращался к Господу, находясь в затрудненных, скажем, в тисках, если быть более точным, в тисках находился, по обстоятельствам, да. Так Господь мне указал и возвратил меня к тому времени, когда я много лет назад проходил таким путем. И Господь говорит, вспомни тот момент. «Был ли я с тобой? Провел ли я тебя? Возвратил ли я тебе то, что было утеряно?» Я говорю, было такое. «Неужели ты думаешь, что я изменился?» И это ты пройдешь. То есть, вот, действительно, опыт, через который, то есть, которым Господь пользуется в нашей жизни, в нашей практике, Он снова окрыляет. Он говорит, действительно. Точно так, как мы беседуем с теми людьми, которые в болезни находятся, или в какой-то смертельной опасности, или какой-то диагноз врачи дали. Вот мы недавно беседовали с одной сестричкой, находясь у ее одра, как мы говорим, не смертельного, но болезни. Мы говорим, помните, она вспомнила, что много лет назад Господь из такой же ситуации, из такой же смертельной болезни ее исцелил. И мы со служителями говорим, значит, было. Она говорит, было. Мы говорим, Господь же не изменился. Господь сделает то же самое. То есть, и возвращаясь к нам, Ольга Дмитриевна, из таких вот моментов общения вашего с Господом, поиски Его лица, наверное, ежедневно и складываются, вот как мы говорим, эти кирпичики, вот это мы и строим. И созидается наше духовное строение, духовный храм наш. Я сейчас немножечко по опыту скажу еще небольшой комментарий. Мне приходилось слышать, и я с этим полностью согласна, с таким выражением, что если Бог однажды, допустим, мы сейчас возьмем финансовую сторону, дал какое-то чудное явление в жизни, восполнение чудесное, когда ты сам не рассчитывал и не знал даже, ну, неоткуда взять, да, и вдруг приходит восполнение сверхъестественным образом, то уже нет права беспокоиться о будущих днях. Потому что ты уже столкнулся с Богом как с обеспечителем. И на самом деле он же никуда не исчез. Несомненно. Он не заснул. У него закрома не истощились. И поэтому остаться в позиции доверяющего сына или дочери по отношению к небесному отцу, это значит постоянно иметь доступ к его хранилищу. Вот, Кирилл, как опыт, как ты используешь свой опыт, например, и бывают у тебя такие моменты, что ты ссылаешься на опыт родителей, или все-таки ты зыждешь на слове. Я как раз хотел подметить, что вы сейчас говорите о опыте своей жизни. Я так еще прожил не очень много, но как раз мы стараемся в нашей церкви говорить очень много о преемственности поколений и о том, что наши родственники, наши родители, наши прародители очень много прошли, и у них очень есть ценный опыт, который мы можем воспринимать как свой. Потому что, когда мы их почитаем, то их жизнь, их опыт становится нашим. Если вы знаете это слово «тестимори», оно означает «сделаю еще раз». То есть, когда мы высвобождаем какие-то свидетельства, мы это говорим не для того, чтобы просто похвастаться, а именно в том, чтобы люди могли использовать его и сказать «вот, Господь в его жизни, он теперь и в моей тоже». И еще один момент, который я хотел подметить. Бог двигается, хотя это может быть спорная точка зрения. И мы иногда, когда смотрим на него, мы что-то увидели, и потом все время это используем. Вот Господь благословил человека, когда я прикоснулся к нему. Не знаю, было ли у вас такой жизни, когда вы молились за человека, чтобы он исцелился. У меня было. И когда я молился за человека, кажется, все, вот теперь вот так Господь только и будет исцелять. Вот я вот прикоснулся к нему двумя руками, тремя пальцами, то значит, что теперь только так и будет исцелять. Я помню, как только у меня такая мысль и произошла, что я опять стал так молиться. Я вижу, что ничего не происходит. И нам говорили всегда так, всегда слушать Духа Святого. Спрашивай у него, что сейчас нужно делать. Потому что Господь, он не хочет делать, он, кстати, Иисус ни разу не сцелял одинаково. Специально для того, чтобы не было такой теологии о том, чтобы правильно делать вот так, чтобы правильно подойти, сделать брение, нужно намазать, и все бы сейчас бегали бы к слепым, делали брение. То есть он каждый раз сцелял по-разному. Кого-то просто послал, кого-то благословил, кого-то прикоснулся. То есть были разные действия, как раз говорить о том, что Господь он разный. И какие-то вещи есть действительно в опыте, там, наше поколение, или лично у меня, что уже есть. Но иногда мы сталкиваемся с такими вещами, где нет еще опыта. И я бы сказал, это даже интересно, сталкиваясь с такими ситуациями, где у меня нет опыта лично моего, может быть, даже у родителей нет. Спрашивать у Господа, как решать сейчас эту ситуацию. И всегда есть инструкция к жизни. Библия, где всегда все написано, где мой мир, где моя любовь, где моя радость, что независимо от того, что я прохожу. И блажен человек, молодой, пожилой, который знает, куда обращаться. Который знает источник и благословения, и исцеления. Потому что опыт, он, как ты верно подметил, он может подвести. Если опыт не зыжнен, как христиан, если мы говорим о нас, христианах, рожденных свыше, если он не зыжнен на Слове Божьем, на фундаменте, опыт не помогает. Но если, вот я, может, родители смотрят, наверное, мама смотрит сегодня, у нас четверг. Ну да. Да, мама любит смотреть, если папа. Я вот говорю так. Я продукт. Не в смысле овоща, не в смысле фрукта, но я продукт того, что родители заложили у нас. Я уверен, что ты точно так скажешь, что родители тебе заложили. Мы продукт родительских молитв, родительской опеки, родительского покровительства, то есть родительской любви. И благодаря этому, ну, мы служим Богу. Вы знаете, есть очень удивительная Божья мысль в том, чтобы семья была в начале всего творения. Семья как возможность входить в наследство предыдущих поколений. Даже церкви не было еще, а уже семья была. А семья уже была. Да, совершенно верно. И поэтому, если семья переходит в церковь, то есть церковная атмосфера как семейная атмосфера, то там также будут развиваться люди. Даже если там нет отцов у кого-то, да, они могут быть восполнены. Несомненно. Если там нет, может быть, братьев и сестер в семье, кто-то один рост, там может быть восполнено. То есть это то, что Бог предназначил от начала. И представьте себе сирота, которому надо самому заботиться о себе с самого начала. Если ему кто-то помог какое-то время, даже на государственном уровне, у него менталитет сироты остается. И поэтому, как ему дальше выживать? Он постоянно будет искать какие-то, может быть, элементарные вещи, чтобы выжить. И это естественно. Что касается сыновей и дочерей, то платформа наследственности в физическом плане, в здоровье, в духовном плане, она уже создана. И если мы говорим о нашем уровне развития, у нас все равно есть свой период жизни, который мы проходим, и у нас есть свои задачи на этот период. Но наши дети, они пойдут дальше, следующий период. И поэтому наш потолок, это их пол. Это очень сильное исповедание. Они дальше пойдут. Они пойдут дальше. А зачем им проходить то, что мы уже проходили? Мы им можем это сказать. И действительно, если есть правильные взаимоотношения, то это хорошо передается. Оно течет естественным образом, и поэтому они входят уже принцами, уже принцессами в наследство царского рода. Но вы не расслабляйтесь. И испытания тоже будут. Ну, а это же ответственность. Я сейчас не говорю принц, чтобы лежать на кровати, а именно брать для того, чтобы принимать ответственность за ту территорию, на которой ты живешь. Потому что Господь от начала положил власть и владычество для мужчины и женщины на земле. И вот это вот владычество, оно ответственно. Вот смотрите, друзья. Церковь, мы можем предоставить церковь как духовную составляющую в виде, скажем, двух примеров. Это может быть термостат. Вот в каждом наших домах есть термостат. В моем доме, когда чуть холодно, я добавляю тепла. А если очень жарко, я добавляю холода. То есть я регулирую. Или церковь как градусник. Да, совершенно верно. То есть это один из, Корифея и Вера писал об этом. То есть каким образом, как предоставлять, как представлять сегодня то, что называется церковь. Это или первое, или это второе, или мы где-то посередине. То есть, потому что оно как получается? Возвратившись вот буквально короткое время назад, наверное, полторы недели назад, из того, что называется бывший Советский Союз, одной из стран, я увидел, что, к сожалению, к великому и глубокому прискорбию, церковь проходит в этой стране, где я был. Я не о России говорю. Проходит какие периоды? Такой тренд. Какой-то появился интерес в политической сфере, какие-то желания выдвинуться на политической арене. ряд служителей, если не 90%, то в раз туда, в ту сторону. Потом появился интерес в области процветания и делания, преуспевания в делах бизнеса. Крем такой. Туда все кинулись. То есть, и это получается, что, что к стыду нашему, церковь, она подвержена воздействию, влиянию, суете этого мира. Вместо того, чтобы влиять и вместо того, как мы говорим, чтобы этим термостатом быть, мы просто градусник. Все бросились туда. Общество туда, значит туда. Общество развлечения, значит развлечения. Бизнес, значит бизнес. Политика, значит, все о политике думают, говорят, корочки себе там пробивают где-то каких-то помощников. Ольга Дмитриевна, что это такое? Сиротство. Сиротство? Да. Потому что человек, который имеет сыновство, он спрашивает у отца, что делать, а не у общества. И тогда он становится и солью... И не у депутата будет спрашивать, правда? Он становится и солью, и светом, о чем говорил Иисус. Вы соль земли, и вы свет мира. И когда мы понимаем эту функцию или принимаем ее на себя, то тогда нам надо светить, и тьма уходит. То есть нам не надо бороться с тьмой вот так активно, так скажем, просто тьму разгонять. Пришел свет зажег, тьма ушла. И говорим о соли. Соль сразу меняет вкус пищи. То есть сразу есть уже понимание, что соль попала в пищу. Поэтому то, что касается сегодняшнего положения церкви, это как раз вот тот кризис, о котором мы говорили, или там время начаться суду с Дома Божьего, это взвешивание. А какие твои ценности? А чему ты поклоняешься, о чем говорил Кирилл? Кого ты почитаешь, кому ты доверяешь, тому поклоняешься. Поэтому если на сегодняшний день взвешивание таково, что люди стали просто разбросаны, не их зовут быть депутатом-советниками, как это было с Даниилом, как это было с Иосифом. Точно. А ведь для того, чтобы попасть в эту позицию от Бога, мы же не говорим, что это плохо там оказаться, но надо быть там, потому что Бог тебя туда двигает. Тогда он тебя будет и готовить для этой позиции. И Даниил, который мог сказать, а для него ценности еды, она тогда не представляла особой значимости. Она говорит, мы откажемся от царского стола. Им это могло дорого стоить. Но они тем самым почтили Господа, потому что для них это было ценно и важно. И в этой почтительности они возрастали в позицию. В позицию, которую в конечном итоге он пережил четырех царей. И у каждого был советником. Почему я так? Я не о себе. Ну, дабы никого не оскорбить, я о себе буду. Почему я так говею к тому, чтобы обрести благоволение у власть имущего? Чтобы обрести благоволение, чтобы он где-то какую-то бумажку мне подписал, чтобы он где-то хорошо на меня посмотрел, чтобы он где-то рядом со мной сфотографировался. Что это такое? Я думаю, что в этом... Отплати. Это как раз и есть то, что у меня значимости маловато в своей ощущениях, в пониманиях. Если я не понимаю, что у меня вообще-то папа царь царей, и с таким небесным отцом все остальное, оно под... Не потому, что мне надо возвышаться над другими, а потому, что я понимаю свою позицию. И мне хорошо, что я могу быть с президентом или там, может быть, с президентом какого-то фонда, с президентом какой-то там, может, даже страны. Но это хорошо, когда ты там в свое время и когда ты несешь то послание, которое нужно президенту. Вот у нас такая была ситуация, когда одного христианина пригласили на вознаграждение за многодетность, да? То есть мы знаем, что многие христианские семьи многодетные. Да. И пригласили, и президент вручал какой-то подарок и какой-то знак, там, медаль какой-то в связи с этим. И он решил, как христианин, взять еще Библию и подарить президенту. И вот получился обмен подарками, да? Президент ему дает этот почетный знак, а он ему дает Библию. И тот ему говорит в ответ, спасибо вам за эту книгу, у меня уже не одна она есть в доме, но в чем я нуждаюсь, это в молитвах. И вот тогда, когда мы понимаем, что, а ведь Бог нам от начала это сказал, чтобы молиться за власть имеющих, это наша ответственность. И причем это ответственность не потому, что я там вынужден, а потому что эта власть у тебя есть такая, благословлять президента, власть. А если власть и ты ей не пользуешься, то потом чего ругать президента? Я заметил, по ряду молодых людей, я смотрю, периодически программы, просматриваю, если есть возможность, когда идут на импакте, миссии благовесия, благовесия, смотрю ваши проповеди, Ольга Дмитриевна, Дмитрия Дмитриевича, молодых людей, молодых людей. Я смотрю, что, если говорить о вашем родстве, молодых, твоего возраста и твои казанс, так вы ищите Господа. То есть вы копаете в слове. Я заметил это. То есть вам и, наверное, в вашем лице очень много молодых людей, наверное, десятки тысяч, которым неприемлемо, неприсуще где-то гоняться, корочку какую-то там заполучить какого-то помощника, депутата. То есть это не о вас, я так понимаю, да? То есть для тебя это чуждая тема, правда? Не будем смотреть через розовые очки. Я думаю, что всем хотелось бы искушение есть у всех. И корочки, и хорошо зарабатывать, и еще что-то, какие-то вещи. Я думаю, что это всем присуще, просто в зависимости от того, что для нас приоритет, то, как мы время свое распределяем. Если мы тратим на это большее количество своего времени, то это и говорит о том, что нам это больше нужно. Либо мы в свое время управляем немножко в другое русло. Если говорить про молодежь, я думаю, что есть действительно люди, которые ищут Господа, которые в это углубляются, и слава Богу за это. Просто у нас сейчас поколение, которое не клюет на то, где нет ценности. Сейчас очень много можно увидеть поколений, которые действительно ищут чего-то, все знают, магию, еще что-то. То есть им интересно что-то, что необычно, сверхъестественное. И как раз люди, которые отдали себе Господу, они находят это ценное, они платят цену за то, чтобы двигаться вот в этом, в Божьем. Вот эти дары, таланты, которые он может давать, пророческие, или исцеление. Это все то же самое, что хотят люди получить вот так вот за то, чтобы передвигать предметы, еще что-то делать. Если раньше людям нужно было просто обеспечение своей жизни, то сейчас уже молодое поколение, им интересно, что больше этого. Им хочется развлечений, каких-то переживаний, эмоций, у этого всего. И все сразу. И желательно как можно быстрее. И еще желательно ничего за это не платить, а просто, чтобы это все сразу получилось. Ну, как мы все знаем, да, нужно платить за то, что, если мы хотим цену. Как раз то же самое Даниил, он на самом деле очень мудро поступил, когда ему предлагали продвигаться по этой карьерной лестнице и быть советником, он тогда не пошел сам. Он взял своих друзей и их туда поднял. А сам он, и после этого, кстати, этих друзей была проверкой. Потом, когда всех вельмож пригласили, поклониться нужно было царю истукану. Истукану. Они не поклонились, и их отправили в печь, а Даниила там не было. Сам Даниил, ему это не было интересно. Ну, как, наверное, он больше ему нравилось с Господом общаться. Ему печь не интересна. Нет, он их не в печь посылал, он поделился этой позицией. Ну, я имею смысл в том, что если, когда мы ищем какой-то позиции или еще что-то, мы будем проверены на мотивы нашего сердца. И вот как раз эти люди, которых он тогда поднял, они прошли это. Они прошли ту ситуацию. Потому что они и воспитывались с Даниилом вместе. Я перед эфиром сегодня имел разговор со старшим пастырем одной большой церкви на Исткост. На Исткост, это на восточном берегу Америки, и на день 50, он пригласил, я буду служить у него словом. Так вот, как меня тронули его слова. Так, искренно, со слезами. Юра говорит, брат, как хочется, говорит, чтобы народ исполнялся Духом Божиим. Как хочется, чтобы народ практиковался в духовных дарах, в духовных этих проявлениях. Как хочется, чтобы мы не только были пятидесятниками под названием. И так он, я так заслушался. Я прижал трубку телефона, думаю, вау, насколько вот я почувствовал его сердцебиение, что он не говорит это вот, так как вот дежурно, говорит то, что чем болит, тем чем дышит его дух и сердце его дышит. Я был благословен, Кирилл. Спасибо большое. Я очень рад, что ты любишь Господа. Ну, как папа и мама, как же по-другому. Сеяли, пожинают теперь. Слава Господу. Еще больше будем пожинать. Еще больше будем пожинать. это все только начало. У вас большие планы. Бог да благослови и Россию, и Санкт-Петербург, и ваше служение, и служение вашей семье. И все это во славу Господа. Пусть его слава и сила являются чудесами и знамениями. Аминь. Грешники докаются. Друзья, спасибо, что вы были на телеканале «Инпакт». Это была программа «Влияние». Оставайтесь с нами. Помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены. Иисус Христос Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин